здравствуйте рад приветствовать вас на моем канале у некоторых есть деревья которые после посадки просто стоят на месте не развиваются как бы закладывают уже плодовое образование цветут но урожая нет и сидит на месте что для этого нужно делать во первых веточки если есть такие слабо развитые их лучше убрать полностью хоть это и был центральный проводник но он слабенький и мы его убираем потом мы смотрим есть более толстенький и тоненький побег у которого лучше развивается побеги тот и в будущем и станет центральным проводником данном случае здесь выросло уже на 10 сантиметров а здесь на 5 поэтому я выберу этот хоть он и тоньше теперь все остальные немного прорежу то больше сил шло вверх и поставив колышек выпрямлю его чтобы он шел вверх также есть другой вариант как бы полностью обновление на какую-то нижнюю более сильную ветку и к примеру даже эту можно так обрезать можно да чтоб снизу с более хорошей силой пошел вверх центральный проводник и чем вы ниже срежите тем быстрее этот нижний побег восстановится вот пример этой груши плохо росла обрезал прошлом году ее весной низко на секатор от прививки сейчас если самая нижняя все уберу и что мы видим побег пошел и вырос за год где-то на метр и дальше прекрасно развивается так можно быстро восстановить дерево в принципе также и здесь можно перевести или вот так на хороший побег или еще ниже так на хороший побег даже убрал все эти плоды вот так для примера я не взираю на урожай все лишнее вообще убираю и вот оставляю и этот побег вырастет на целый метр и прекрасно будет дерево расти как эта игрушка это можно делать в любое время мая июня июля у вас есть целых три месяца для тех кому стало плохо от того что я сделал не беспокойтесь именно этот один побег он самый высокий это хоть не щадящий пример но он самый лучший чем ниже вы срежете чем больше вы не пожалеете сейчас чем больше вы не пожалеете потом и все это а можно было оставить вот так в таком случае здесь была бы конкуренция этот побег пытался ослабить новый центральный проводник и было бы их два и в любом случае мы все но бы перерезали ниже уже весной следующего года а так как есть плодовое образование то верх бы немного останавливался поэтому мы срезали на самый все же низ чтобы оставить один сильный побег и он уже будет развиваться как новый стволик а дальше будут разветвляться это самый оптимальный вариант это был щадящий вариант чаще всего так применяют дачники но это еще задерживает на год развития яблони так она обгоняет даже и первый вариант вот это спасибо за внимание с вами был виталий орех до свидания